Жительница улицы Уарда, села Ульгле, Аймторе Аклбекова, совершая свой ежедневный ритуал развешивания корпишек на солнце, говорит, что такие заболевания, как туберкулез и плеврит, стали для них обычным делом. Это просто кошмар какой-то, постоянная сырость, в домах холод, который не проходит даже в самые жаркие летние дни. Мы все часто болеем. Плеврит, туберкулез. Мы уже по кашле понимаем обострение, какое из двух заболеваний у нас, и бежим в аптеку лечиться, потому что в больницу не наездишься. Разве что переехать жить в больницу. Да, тогда может. Вместо того, чтобы решить проблему, нам постоянно твердят. Переезжайте, мол, куда-нибудь. Но разве это выход? Семья Садыкбековых переехала в это село 11 лет назад. Гульчихра говорит, что когда покупали дом, даже не задумывались, почему такая цена невысокая. Зато теперь не знают, что делать, ведь вместе с домом приобрели целый букет заболеваний. А глядя на 25 соток земли, болит сердце, говорит женщина. Это же страшно. Столько земли, и не можешь на ней ничего вырастить. Мы первое время яблонь не сажали, виноград. Но земля на много метров вниз всегда мокрая. И все просто гниет. Ни цветов не посадить, ни огурцов с помидорами. Тимир Кулай Туа встоит на учете с туберкулезом. Чтобы хоть как-то избавиться от сырости в доме и защитить от нее детей, Аксакал решил построить новый дом с высоким фундаментом. Но перед такой сыростью не устоит ни один фундамент, говорит Бердебаэта. Что мы делаем неправильно? Письма в Экимат пишем, просим, чтобы нашу проблему решили, А наши заявления даже принимать не хотят. Только и ответ у них опять же тот. Бросайте здесь все и переезжайте. А ведь могли бы просто проложить лоток длиной 300 метров, Чтобы орык не зарастал камышом. И вода свободно шла по нему до полей, не заливая наши дворы и дома. В Махта-Аральском Экимате считают все обвинения жителей в свой адрес безосновательными. Переезжать людям никто не предлагал. Вопрос с каналом решится в этом году. Этот орык находится с поевой собственности крестьянских хозяйств. Мы им предлагали неоднократно взять орык на свой баланс, Но земледельцы категорически против подобной передачи. А раз это не коммунальная собственность, То есть средства на него содержания в бюджете нет. Сейчас мы договорились с владельцем канала «Борыс», Чтобы они помогли решить эту проблему. Руководство предприятия приняло решение проложить в орыке лоток. Люди вынуждены ждать. Правда, говорят, если и в этом году все останется по-прежнему, Обратятся в суд. Саида Турсуметова, Талгат Абдинабиев, Камила Сайфулина, Информационная служба, телекомпания «Отарар». Продолжение следует...